Абдул-Авлон Абдул-Азода, глава Центра государственного санитарно-равно-эпидемиологического контрайал СЭС Сагдийской области, был уволен приказом министра здравоохранения Таджикистана. Вместо него назначили Тахмина Усмонову, которая руководила СЭС Г. Худжант. За последний год она уже четвертый руководитель в областной СЭС, Абдул-Азода был уволен всего спустя 8 месяцев работы на посту главы Сагдийской СЭС после того, как на прошлой неделе подтвердил факт госпитализации одного иностранца с симптомами коронавируса. По его словам, 17 мая 47-летний поданный Саудовской Аравии с таджикскими корнями Мансур Али Касым был помещен на карантин в Худжанской городской инфекционной больнице в связи с выявлением у него симптомов коронавируса. На самоизоляцию отправили и трех сотрудников отеля в городе Бустон, которые контактировали с саудовцем. Информация о новой волне госпитализации, 19 человек в Сагдийской области и 13 сотрудников учреждений ООН в Душанбе поступило в дни, когда Минздрав Таджикистана с начала года уже почти 5 месяцев каждый день упорно утверждает, что за истекшие сутки в стране не зарегистрировано новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Утверждение, которому мало кто верит. Как ранее сообщало радио Азади, в Душанбе и Худжанде 32 человека помещены под карантин с симптомами пневмонии и с подозрением на заражение коронавирусом. В управлении здравоохранения Сагдийской области 19 мая подтвердили, что за последнюю неделю 4 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус, у 15 выявлены симптомы пневмонии. Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана сообщило, что в Душанбе 3 сотрудника ЮНИСЕФ находятся под присмотром врачей в связи с проблемами с легкими, а тесты на COVID-19 у них оказались отрицательными. Между тем, сотрудники учреждения ООН в Таджикистане сообщают о 13 фактах пневмонии, выявленных среди сотрудников этих организаций в Душанбе. При этом, власти Таджикистана утверждают, что страна избавилась от коронавируса, и что с начала года в республике не было ни одного нового случая заболевания COVID-19. Согласно официальной статистике, всего с начала вспышки коронавируса в стране зарегистрировано 13 308 инфицированных, из них вылечено 13 218 человек, или 99,3% инфицированных, а 90 человек скончались от COVID-19. Но критики с сомнением относятся к таким заверениям и считают, что в Таджикистане по понятным только им причинам скрывают реальные масштабы распространения коронавируса. 25 мая основатель мира и национального единства, лидер нации, президент республики Таджикистан, уважаемый Эмумали Рахмон, заслушал отчет председателя Хатлонской области Курбона Хакимзода о ликвидации последствий стихийных бедствий в Кулябе, районах Вахш и Абдурахмоне Джоми. Глава государства, уважаемый Эмумали Рахмон, поручил ускорить темпы работ по скорейшему восстановлению пострадавших от стихийных бедствий объектов. В ходе телефонного разговора президент страны, уважаемый Эмумали Рахмон, также дал поручение председателю Хатлонской области по сбору и заготовке в достаточном количестве кормовых, сбору без потерь зерновых, увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции, в том числе фруктов, овощей и бахчевых, ускорению мер для повторного сева. Другие поручения были даны касательно проведения работ по благоустройству, созиданию и выполнению плана мероприятий во имя достойной встречи в 30-летиях государственной независимости. В ходе телефонного разговора голова государства, уважаемый Эмумали Рахмон, дал поручение председателю Пяншского района Хатлонской области принять на территории района неотложные профилактические меры от насекомых-вредителей, особенно саранчи, провести сбор кормовых, выполнить план повторного сева, а также расширить работу и по благоустройству во имя достойной встречи 30-летия государственной независимости. Председатели районов Рашт, Таджикабад, Нурабад, Лахш, Сангвор, Файзабад, Куистони-Масчо, Деваштич и города Пинджикен также отчитались президенту страны, уважаемому Эмумали Рахмону, о ходе сева картофеля и выполнения плана. Глава государства, уважаемый Эмумали Рахмон, дал поручение руководителям исполнительных органов государственной власти, вышеуказанных городов и районов, использовать все возможности и ресурсы для обеспечения полного и качественного выполнения возложенных на них задач по проведению сева картофеля. Председатели городов и районов также получили поручение от лидера нации, уважаемого Эмумали Рахмона, по расширению работ по благоустройству и созиданию во имя достойной встречи великого национального праздника 30-летия государственной независимости. Также сегодня в административном центре Хатлунской области в городе Бухтар состоялся международный торговый форум «Бухтарфуд-2021». Данная инициатива была осуществлена в свете указаний и поручений президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмумали Рахмона. Целью форума является презентация отечественной продукции, расширение международного сотрудничества, повышение экспорта товаров таджикских сельскохозяйственных производителей. Форум направлен на развитие торговли сельскохозяйственной продукцией, установление деловых связей и укрепление экспортного потенциала страны. В форуме приняли участие представители правительства Республики Таджикистан, первый заместитель премьер-министра страны Далат Али Саид, председатель Хатлонской области, руководители городов и районов, агентство по экспорту при правительстве Республики Таджикистан, торгово-промышленные палаты, государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом, руководители и представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Таджикистане, партнеры по развитию и частного сектора, гости из Узбекистана, Афганистана, России, Белоруссии, Ирана, Украины, Пакистана, Турции, Литвы, Грузии и других стран ближнего и дальнего зарубежья. В рамках форума организована выставка сельскохозяйственной продукции, на которой представлено разнообразие свежих экологически чистых фруктов и овощей, а также производственные товары. В ходе ознакомления с выставкой участники форума и гости дали высокую оценку качества плодовощной продукции Таджикистана, отметив, что лимоны, абрикосы, персики, бахчевые культуры и сухофрукты конкурентоспособны и пользуются большим спросом на мировом рынке. Программа форума включала сессии по консолидационным центрам, маркетингу и продвижению экспорта, обеспечению соответствия стандартам и требованиям экспортных рынков. В программу входят плодовощной торговый форум, торговая выставка, ознакомление с производителями и установление деловых связей, посещение садов производителей, ознакомление с производственными мощностями проведения выездных тренингов. Также на форуме состоялся обмен мнениями по охранению овощей и фруктов и использованию в этом направлении современных технологий. Субтитры создавал DimaTorzok